Это Любовь Соболь. Правительство решило ограничить ввоз в Россию бензина, который за границей сильно подешевел, а у нас его цена почти не изменилась, несмотря на резкое падение цен на нефть. Об этом сегодня со ссылкой на свои источники пишет РБК. Как известно, Путин уже много лет периодически удивляется тому, почему же растут цены на бензин. Вот в декабре 2014 года он удивлялся этому на фоне того, что цена на нефть тогда упала на 35%. В 2018 году на прямой линии Путина прямо спросили, сколько еще будут расти цены на бензин и сколько это можно терпеть. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Караваев Алексей, город Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как долго еще будут расти цены на топливо? 45 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Но невозможно уже. Остановите как-то это. Мы 18 марта сделали такой большой выбор. Вся страна за вас проголосовала. А цены на бензин все не можете вы остановить. Алексей, спасибо вам за вопрос. Я думаю, вы должны были обратить внимание на то, что правительство приняло уже ряд решений, которые призваны как раз решить эту задачу. Я с вами согласен. Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо, это неправильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов. Потом Путин еще много рассказывал о том, что было сделано для контроля за ценами на бензин. Министр энергетики Александр Новак ему докладывал о принятых мерах. В общем, россияне должны были это послушать и увидеть. Какой Путин молодец, рост цен на бензин остановил. Правда, в реальности цены на бензин как-то не очень остановились. Вот так выглядит график розничных цен на АИ-95 по России от Яндекса. Спасибо, как говорится, президенту и правительству за их усилия. Но может быть хотя бы сейчас, когда цены на нефть не просто снизились, а буквально рухнули, в России бензин подешевеет. В январе цена на нефть превышала 70 долларов. К началу февраля она упала ниже 55 долларов. А 9 марта, после разрыва сделки между Россией и странами ОПЕК, цена на нефть обрушилась на 30 процентов. 30 марта нефть стоила 22 доллара. Это минимум с марта 2002 года. Затем цена немного подросла. И сегодня котировки составили 34 доллара за баррель. И тем не менее, падение цены за последние три месяца очень сильное. В западных странах бензин сильно подешевел. А что в России? В России стабильность. Цена, если судить по тому же графику Яндекса, даже немного выросла. Знаете, что сделал Путин? Он снова удивился. Цены на нефть рухнули, просто рухнули. Было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть? – спрашивал Путин на совещании с членами правительства. И те, наверное, кивали и думали, и действительно, как? Ну или смеялись про себя, потому что уже слышали такие заявления не раз и не два. Это было 17 марта. Ну а вчера РБК со ссылкой на свои источники написал, что правительство планирует ввести запрет на ввоз в Россию бензина из-за границы. И один из источников прямо говорит, что это делается, чтобы защитить рынок от дешевого топлива. Защитить рынок от дешевого топлива? Как звучит, правда? На фоне удивлений Путина по поводу того, почему цена на бензин в России не падает. В общем, уверена, что Путин, как и многие другие российские чиновники, прекрасно знает, почему в России такие цены на бензин. Но грозный вопрос, а почему же это бензин дорожает, когда цена на нефть упала, полезен для рейтинга. Так что не сомневаюсь, что мы его услышим от Путина еще не раз. Минкомсвязи опубликовала список из почти 400 социально значимых ресурсов, доступ к которым будут предоставлять бесплатно. Список этих ресурсов попали с сайт телеканала РТ, Риафан и мессенджер Тамтам. 15 января в своем послании Федеральному собранию Путин предложил сделать бесплатным доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и создать широкое пространство для образования и творчества, для общения, для реализации социальных и культурных проектов, сказал тогда Путин. Вот какие сайты можно было ожидать в списке социально значимых после такого описания? Образовательные проекты, сайты театров и библиотек, важные государственные ресурсы, вроде госуслуг. Можно быть российские соцсети и пысковики, чтобы показать, как мы ими гордимся. Но оказалось, что Минкомсвязи считает социально значимым не только такие сайты. Список, например, попали с сайт телеканала РТ, Риафан и Лайф.ру. Интересно, это с помощью таких ресурсов россияне должны реализовывать возможности для образования, творчества и реализации культурных проектов? Или все-таки Путин о чем-то другом говорил? Ну и прекрасно иллюстрирует этот список твит главного редактора РТ и героини расследований фонда борьбы с коррупцией Маргариты Симоньян. С большим удовольствием не обнаружила в списке интернет-ресурсов, трафик с которых теперь бесплатный, ни одного иностранного, не считая Алиэкспресса, который и правда не считается, и вообще никакой антисоветщины. Пишет нам Маргарита. Кажется, с планом сделать бесплатный доступ к ресурсам, с помощью которых граждане России могли бы заниматься образованием и творчеством. Что-то все-таки пошло не так. Ну а если серьезно, то государственные и провластные СМИ и так получают в России очень много денег. Для одного только РТ в 2019 году выделили из бюджета 20,5 миллиардов рублей. Так что надеюсь, что и хотя бы не будут продвигать с помощью списка социально значимых сайтов. И тем более не будут под это подводить идеологию и составлять список, исходя из того, есть там антисоветщина или нет. Москва заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров. Сумма контракта 3,2 миллиарда рублей. 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что государство не может помочь всем пострадавшим из-за кризиса и запрета ходить на работу, потому что бюджеты треснут, и они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения. И вот сегодня Медуза написала, что власти Москвы заключили контракт на 3,2 миллиарда рублей на закупку бетонных бордюров. И бюджет вот удивительно не треснул. Победителем тендера на эту закупку стала компания «Бетонный завод номер 222». Это предприятие входит в группу компании «Крост», которая принадлежит Алексею Дубашину. Он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента и Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Какой успех, правда? Рекордный контракт на поставку бордюров, да еще и подписанный 27 марта, последний рабочий день перед объявлением в выходной неделе из-за коронавируса. Ну и в конце хочется задать вопрос мэрии Москвы. Как там с бюджетами? Все нормально? Не треснули еще? Люди и так помнят вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, про которого ФБК выпускал расследование и нашел у него и его семьи имущество, которое можно оценить в 5,5 миллиардов рублей, и многих других чиновников и депутатов, о которых ФБК выпускал расследование и даже целый расследовательский сериал «Московский коррупционер». А вы еще и бордюры на 3,2 миллиарда рублей закупаете во время борьбы с коронавирусом? Других направлений, куда деньги сейчас можно потратить, не нашлось? Все-таки сколько специалистов в мэрии работает? Поищите, может найдете? Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.